Бивни мамонта, архивные фотографии, древние окаменелости. Все это можно увидеть в музее освоения Южной Якутии в Нерюнгре. Недавно историческое место отпраздновало 40 лет со дня создания. Сколько сегодня экспонатов в архивах музея расскажет Виктория Харитонова. Начиная свою историю с нескольких экспонатов, 13 июня 1976 года в далеком якутском краю появился музей истории освоения Южной Якутии. Сегодня основной фонд музея составляет более 63 тысяч экземпляров, которые собраны в 21 коллекцию. Специфика города, специфика района такая, что у нас юбилеи все идут одними блоками, как правило. И вот буквально сейчас, через месяц, мы будем отмечать 40-летие прихода первого поезда на территорию Якутии. То есть вот эта крупная и круглая дата, которая тоже будет отражена в нашей выставке. Поэтому тоже приглашаем ее посетить. Особое внимание здесь уделяют научным исследованиям, изучая топонимику, промышленную географию района и многое другое. Нерингринские первостроители оставили богатейшую историю поколения первопроходцев Великой стройки, которая сегодня, благодаря работе музея, доступна всем жителям и гостям города. Конечно, за все 40 лет музей был и остается центром культурной жизни нашего района, где, конечно, изменились и подходы. Но самое главное, что они остаются теми хранителями истории, которые необходимо передавать следующему поколению. Нерингринский музей истории освоения Южной Якутии имени Ивана Ивановича Пьянкова – это уникальное место, где можно увидеть экспозиции, посвященные истории Нерингринского района, культуре народов Севера, животному и растительному миру и даже находки различных археологических экспедиций, в которых работники музея принимают непосредственное участие. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерингрин.